Обмерковать темы, от которых залежет сегодняшний стан краины и ее развитие. Сегодня сотни удельников собрались на региональный форум «Беларусь-1». Такие мероприемства пройдут во всех областях республики и завершатся до Державного свята – Дня Народного Одинства, который будет отзначаться 17 вересня. Марина Северьянова с подробностями. А прошлый год поставил перед громадством шмат пытаний. Такой концентрации подей за 30-годовую историю Беларуси вероятно не было. Хваля пандемии, которая накрыла одразу весь свет, поставила краину перед выбором. Спонять вытворжесть, а значить работу экономики – те не позбавлять людей працы. Сусветные локдауны, выклики беларусской экономики отошли на другой план одразу после выбора президента. Раскол громадства, политическое сопростояние в Украине, коллективах, семьях. Как подчас форуму означали эксперты, до леташнего дни у них беларусы по узровне политической информованности были подобны на немовлят. А тут одразу довелося вырасти. Сразуметь, что отбывается внутри краины и за ее межами. Усвядомить, что от каждого залежит целостность державы. Прежде всего, каждый человек нашей страны должен качественно работать на своем месте. И не важно, кто это будет – учитель, врач, строитель. Качественно работать действительно не для себя, а для страны. И тогда будет все хорошо. Сегодняшняя погроза – международные санкции сопротив Беларуси. А последний выклик – их четвертый пакет, одобренный ЕС в червине. Спикеры выполнены. Как и пандемия, это должна стать новым штуршком для внутреннего развития краины. По меркованию министра экономики, которую он выказал литерально на днях, рост внешнего головного продукта связан с успехами промысловости и не должен терпеть от санкций. Зараз у Рада активно пропрацовывая перенакирование товарных потоков на Усход. И тут снова разума об одинстве и о гульных профессийных намаганиях, об конкурентоздольности как товаров, так и самих специалистов. Санкции, которые выставляют экономически нас душат, в общем-то, заставляют нас двигаться по-другому и где-то заниматься внутренним развитием. Это может быть даже толчок, я бы сказала, к развитию Республики Беларусь, и это нам поможет в будущем становиться сильнее. Дякуючи проведению форума, у регионах обгульняется в опыт, який на запасе белорусский народ за прошлый год. Держава смогла выстоять, дякуючи консолидации. Некто откололся, але засталося самое ценное – ядро нации. Явилося в острое ожидание, сбирающие родимые от силы, которые на Урации можно назвать конструктивными. 17 сентября – это очень значимый праздник, это действительно день единения, потому что после польской кампании нас искусственно разделили, вот кто-то в Панской Польше, а кто-то в Советском Союзе. Поэтому очень справедливо принял решение президент, когда установил это официальным государственным праздником. Сейчас есть необходимость сломать людям то, что происходит в Украине и по-за ее межаме. Пришим не только виртуально. На сайтах и в пабликах, телеграм-каналах, с экрана телебачения необходимо делать это по чатам особистых встреч. Форум для этого – идеальное информационное поле. Идея проведения такой акции «Беларусь-одина» возникла в самих регионах. Просто к нам обратились люди, что вот у нас праздник, 17 сентября, в этом году мы празднуем впервые, и год народного единства. Нужно провести какие-то акции во всех регионах страны. Мы стали думать, что. И тут опять-таки подсказались сами люди, сказали, а давайте просто приедем, поговорим. Те эксперты, которые выступают на телеэкранах, на наших каналах, в наших средствах массовой информации, в российских, зарубежных, просто приехать и поговорить с людьми в регионы. Не было и нет никакого сценария, никакой заданной темы. Мы решили представить те направления, в которых более-менее компетентны. Это и политика, и идеология, и геополитика, и средства массовой информации, естественно, экономика, социальная сфера. И уже сам разговор выстраивается таким образом, что он не получается как лекция какой-то, или это не занятие ни в коем случае. Это именно диалог. Потому что мы хотим услышать и донести в Минск, и для себя где-то понять, что думают на местах. По самым актуальным вопросам нашей политической жизни, это и партийное строительство, это и конституционная реформа, это и экономическая модернизация. Вот, в принципе, те изменения нашей страны, которые происходят за последний год. Аналогичные форумы прошли у Молодежной и Бресте. После Гомеля не отбудутся и в других регионах. Завершится серая встреча в Минске. Марина Севриянова, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». Минске.